А что было сложного с Тубишватом? Я сегодня замечательный анекдот слышал про Тубишват. Как жалко, что у нас корона, и мы не можем, как в прошлые годы, выйти на сбор урожая сухофруктов. В Турцию? Пурим. Довольно много времени, без всего. Плюс ко всему это зимнее время, учебное время, рабочее время. По этому поводу, ну хоть что-то там праздничное должно же быть в серединке. А вообще-то, если серьезно, скажем, века до 17-го, на самом деле, Тубишват праздновали только Ашкеназа. Сефард, например, не праздновали его. Ну вот, как-то так. Значит, ну как, вот формальную историю надо, вот есть формальная и неформальная часть истории. Ну, я просто скажу вкратце, что все на свете начинают с первой Мишны, мы говорили в прошлый раз про Мишну, первая Мишна в трактате Рошашана. Значит, Рошашана – это трактат, который, по идее, посвящен должен быть весь Рошашана, Новый год, глава года. Она начинается с следующего пассажа. Арба Рошашашанимхэм. Есть четыре новых года. Бэхат бэнисэн Рошашана лэмлахим у лэргалим. Не знаю, как прочесть это правильно. Рэгалим, по идее, нужен, но там стоит два юда. Нет, один. Лэмлахим у лэргалим. Первая Ниса на Новый год для царей и праздников. Я зачитаю вначале целиком, потом объясню. Первая Иллула, Новый год, Рошашана лэмаасэрб геймаа, для десятина скота. Рэбиш Элязар и Рэбиш Мон говорят первого тишрей. Возражают, они считают, что это не первая Иллула, а первого тишрей. Первого тишрей Рошашана лэшаним, улы шмитин, улы евлот, улы нэтиот, улы еракот. Первого тишрей Новый год для счета лет, для счета субботних лет, для счета юбилейных лет, на юбилеев, для посадок деревьев и для овощей. Первого швата Новый год лэйлан для дерева, по мнению дома Шамая, Адам Гиллэля говорит пятнадцатого, того же швата. Собственно, это практически все основания тубиш-шват. На самом деле там есть еще кое-что, но это не важно. О чем идет речь? Значит, четыре новых года, вот давайте замечу следующее. Четыре новых года – это как? Значит, первое Ниссана – это Новый год царей и праздников. Ну, последнее – это легко довольно-таки. Новый год праздников означает, что три паломнических праздника – Песох, Швот, Цуколот – идут именно в этом порядке. То есть, вначале Песох, потом Швот, потом Цукот. То есть, полный цикл – это три вот этих праздника. Связано, я не буду сейчас говорить, с чем это связано. Первое Луло – Новый год для десятина скота. Означает вот тут, на самом деле, именно Первое Луло – самое удобное место для объяснения вообще природы всех этих вещей. По закону Тары следует отделять десятину скота. Она идет кое. Она, ну, это я не буду сейчас объяснять, как устроена эта жертва. Она легкая жертва. Там отдельная тема как-то делается. При этом правило, оно очень простое. Это каждая десятая скотина проходящая, каждая десятая скотина, значит, загоняет весь приплод этого года в загон. Именно этого года. В загон, вот то, что народилось за этот год. И скотин выходит по одному. Каждая десятая следует принести в жертву. Но жертва такая, которой едет много народу. Вот теперь, вот когда мы это сказали, на самом деле, вот почему самый удобный пример именно это. Если грубо аналогию, самую грубую аналогию, которая приводит к этой теме, то это аналогия к налоговому году. Вот существует налоговый год. Значит, все доходы, значит, где-то есть дата установлена, да когда надо внести налоги за прошедший год. Значит, вот в странах, где есть подоходный налог, возникает еще один вопрос. На какое число считают доходы за прошедший год? Вот налоги как бы собираются за один год. На какое число надо считать налоги? На 1 января, на 1 марта. Где проходит граница года? В разных странах это по-разному. Но, например, там известная простая вещь, что налоговый год и финансовый год в большинстве стран мира, ну, в том числе, например, в Израиле, они разделены довольно четко. Это разные даты. Связано вот с чем. Что налоговый год, как правило, считается по дате сбора урожая, а финансовый год считается по дате, когда все чиновники сумели разобраться, какой урожай. То есть я отнесен на несколько месяцев. Так вот, идея выглядит следующим образом. Надо где-то провести границу приплод этого года. Что вот когда кончается, мы считать, начинаем, когда как бы всем животом исполняется год, когда мы можем посчитать, что родилось в этом году. Для этого выбирается самая удобная дата. Удобная дата вот какая. Когда после этой даты уже не будет новорожденных. Так как речь обычно идет про овец и коз, в данном случае это мелкий у нас коз чаще всего, просто ну такого рода приплодов в крупном скоте, чтобы каждый десятый, чтобы у одного хозяина было 10 животных, это просто какие-то огромные стадо в наших краях, таких стадов, крупных животных не держали. Это там, скажем, было бы актуально, скажем, ну в горных районах Швейцарии, где разводят крупный скот. У нас таких стад крупного скота не держали. И вообще крупный скот, он скорее в наших краях был рабочим скотом. Ну и кому нужно в таких количествах разводить крупный рабочий именно скот? У нас быки, это же тяглые животные в основном. Хотя, например, пророк Амос, он занимался разведением именно крупного скота, а не мелкого. Вот он прямо говорит про себя, что он специалист именно по крупному скоту. Что не пророк я, а макар. что он ковбой, если хотите. Но тем не менее. Значит, окот, то есть время приношения, когда овцы приносят ягнят, как-то по-русски приносят детенышей, он где-то летом. И где-то в начале осени мелкий скот, да и крупный скот больше, ну вот, здесь я немножечко, вот чуть-чуть аккуратно пытаюсь сформулировать. И крупный скот-то, в общем-то, уже никого не приносят. Только вот учтите, есть тонкость. В Европе, особенно вот чем ближе к холодным краям, тем четче время, когда рождается дитя наше, тем четче сезон. И, скажем, вот в России все знают мартовский кот, да, что у котов период, значит, любви март, начало весны, ну и, соответственно, сколько там срок беременности у кошек? Три месяца, что ли? Ну и, соответственно, детенышей мы ждем где-то к началу лета кошачьих. А второго не будет у русских кошек. А может быть и будет, я плохо разбираюсь в этом. Но, тем не менее, все знают, что март. В наших краях их там штуки четыре в году. Потому что чем теплее, тем слабее вот это вот сезоны более это самое. Я вот как-то пытался там в связи с некоторыми библейскими изучениями понять, когда период размножения ослов. И выяснил, что если в Европе это более-менее четко известно, когда могут быть ослята, то, скажем, у нас в краях это практически любая дата может оказаться. То есть там у нас, например, уже нету вот такого жесткого правила. Тем не менее, у овец, как правило, ну почти всегда у овец это более-менее строго, у овец и кос, естественно. И к первому швата, значит, первая швата это приблизительно ну, грубо говоря, начало сентября. Ой, извините, я оговорился. Первая лула. Первая лула, к которой мы идем, это приблизительно начало сентября. Значит, понятно, что к этому моменту больше новорожденных не будет. И мы посчитаем вот все, что здесь народилось, мы считаем первого года жизни, значит, соответственно, вот от них и будем отделять десятину именно вот от этого, что он родился в этом году. Ну и к тому же еще удобная вещь, что к этому моменту все еще хорошо видно, где ягненок этого года, где молодой барашек прошлого года еще более-менее хорошо видно по это самое. То есть, иными словами, выбирается дата, вот теперь я прошу обратить внимание, каким образом выбирается дата. Дата выбирается на момент, когда плодоношение уже кончилось, а новое наступит нескоро. То есть, вот момент точного разделения сезона. По этому поводу первый лула, новый год, обратите внимание, не для скота, а для десятинности скота. по этому поводу вот теперь, когда говорят тубишват росешанал лейлан, лейланот, да, в современном вврите тубишват росешанал лейланот для деревьев. Тут я хочу заметить следующее, что со времен вврите различаются слова эц и эла и илан. Илан – это плодовое дерево, а эц – это любое дерево. Это более собирательная вещь. То есть, как бы в иврите есть два слова для дерева, одно общее, слово эц, которое может означать древесина тоже, например, дрова, может быть, тоже эц, тоже эц называется. То есть, совсем собирательное слово, как бы, древесина, всевозможная, включая растущую. А илан – это именно плодовое дерево, никакое другое, то есть, дуб назвать илан нельзя. Илан – это именно плодовое дерево. Значит, роша шанала илан, здесь, вот, мне придется еще раз остановиться, это неправильное понимание, это не Новый год деревьев. Новый год деревьев, как сказано только что, Первый тишрей, Новый год для счета лет, то есть, года мы отчитываем от Первой тишрей, Первый тишрей – это роша шана привычный Новый год наш. Считают года, то есть, Новый год наступает, трам-пам-пам, посадок деревьев. Значит, а вот это важно, лэнэтиот лэнтоа – это сажать. Значит, имеется в виду следующее, если дерево успело пустить корни, ну, саженец, успело пустить корни перед роша шана, то роша шана ему исполняется один год и начинается второй год жизни. Вот такой способ счета, вот я не знаю, нужно ли останавливаться на этом месте, на том, как считается время. Дело в том, что мы привыкли по-разному считать время, мы привыкли к некоторым способам счета времени и когда читаем старые тексты, регулярно ошибаемся. в Европе, это принято по всей Европе, счет лет людей и животных, значит, людей, давайте удобнее, он начинается с нулевого года, правда? Мы не говорим, сколько лет твоему владельцу, мы не отвечаем, ноль, мы начинаем считать в месяцах. изобретение нуля, это век 12-й, 11-й Европа узнает про ноль, но при этом ребенку как бы один год исполняется через год после рождения. Если написано, что годовалый ребенок, то имеется в виду, что один год он уже прожил, вот это довольно важный момент. По этому поводу когда вы например в Библии читаете про годовалого барашка Беншана, то здесь это место для ошибки, потому что когда мы говорим годовалый ребенок, мы имеем в виду ребенок второго года жизни, что он начал со второго года жизни ребенка. А в библейском тексте второе, когда говорится Беншана, имеется в виду первый год жизни. Вот теперь выглядит так, что как бы вот как только существо родилось, начался первый год его жизни сразу же. То есть считается не один год ему, а первый год считается именно вот таким образом. Я могу это прогрессерировать, часы ведь на самом деле считаются приблизительно так же. Вот в старых текстах часы считаются не по, не как мы привыкли по тому, что написано в циферблате, не по основным рискам циферблата, а какой час идет. Двенадцатый час или первый час. Так вот то же самое здесь. Получается следующее, что когда дерево посадили, ну за месяц, скажем, дороже, шана, саженец, и оно, чтобы оно успело пустить корни, ну за полтора месяца, на самом деле, вот за полтора месяца, если дерево посадили за полтора месяца до роша-шана, то есть до первого тишры, то в роша-шана ему исполнится год и начнется второй год жизни дерева сразу же. По этому поводу, если вы хотите отмечать дни рождений деревьев именно, то дни рождения у всех деревьев одновременно. Первого тишры. Чтобы было понятно, насколько это редкий вариант счета, но вот скажем, в спортивных соревнованиях и на ипподроме у всех лошадей, у всех коней день рождения первого января. Вот простенько и сервис. Более того, открою тайну, что, например, в спортивных соревнованиях возраст спортсменов считается тоже по одной дате. Как бы им вот когда говорят 17-летние спортсмены, то на самом деле там 17-летним может быть 18, но представьте, ему посередине соревнований исполняется 18, будет очень неудобно. Непонятно, он там до полуфинала он имеет право, а в полуфинал он уже не имеет права пройти, потому что ему уже 18. Это неудобный способ счета, по этому поводу там тоже есть просто четкая линия, вот те, кто родились до этой линии, имеют право принимать участие, а тот, кто после нет. В советской школе это было очень просто. Значит, в школу идут 7-летние дети, 7-летним ребенком является всякий ребенок, у которого день исполнится 7 лет до начала следующего года. То есть вот у нас 21-й год, вот любой ребенок, которому до 1-го января исполнится 7 лет, считается 7-летним. В советской школе правило действовало совершенно четко. Если ребенок родился 1-го января, то для того, чтобы он пошел в школу, будучи 6-ти лет, нужно отдельное заседание, 8-го на самом деле, 7-го января, потому что там каникулы есть. Но тем не менее, нужно специальное заседание, сказать, что ребенок слишком сильно развит, поэтому имеет смысл его уже сейчас запустить в школу. Но теоретически вот счет выглядит именно так. Это удобно для кучи всяких вещей. То же самое, дни рождения деревьев, еще раз, водить хороводы, когда моему дереву исполнилось Новый год, когда у него день рождения, так это сам Новый год. Броша шана, можете водить хороводы вокруг своих деревьев, поздравлять их с днем рождением, повязывать ленточки, ну если вам хочется, если у вас любимое дерево, удобрение ему дать, хотя сам праздник это запрещено удобрять деревья, потому что сельскохозяйственной деятельностью праздники не занимаются. Ну скажем, перед праздником его угостить, это да. Но обратите внимание, это никак не тубешва. То есть Роша шана ла ла латио от деревьев. Это ровно по всем мнениям первого Тишрея Роша шана. Именно так надо считать. И вот теперь начинается самое вот это волнительное тот самый Тубешват. Тубешват это 15 число. Для тех, кто почему-то еще не знают традиционно даты до сих пор, хотя все уже отвыкли, но даты до сих пор по еврейскому календарю даются в буквенном обозначении. И если вы, например, возьмете любой израильский календарь, то даты по грегорианскому календарю даются цифрами арабскими, а даты по еврейскому календарю до сих пор даются только еврейскими буквами, как положено. По этому поводу число 15 обозначается буквами тет вав, числовое значение 9 и 6 получается 15. Значит, по этому поводу это и есть обозначение туби-шват, то есть название праздника это просто 15-я швата я перевожу и это рост шанат для плодовых деревьев. Что имеется в виду? Давить ровно то же самое, что и для скота. У плодов выращенных в земле Израиля надо отделять десятины две десятины. Десятина левита, то есть левит отделяя, значит, от десятину от урожая одну десятую часть отдает левиту. Левит, в свою очередь, отделяет трунат массер еще одну десятину от своей части уже дает коину. И вторая десятина это либо бедного, либо десятина вторая десятина, которая принадлежит хозяину, но ее следует потратить на паломничество в храм. То есть ее можно даже в деньги обратить, но в общем потратить на паломничество имеется в виду проесть. Во время праздника это как бы именно деньги на проедание во время праздника. Например, есть очень смешное обсуждение, которое доставляет бездну удовольствия на человек с деньгами второй десятине, в Иерусалиме это положено сделать, покидать эти деньги, покупает бутыль вина. Значит, то, что вино можно купить на деньги второй десятине, очевидно, это же проедание и пропивание священных денег в священном месте в священное время. Мир, прости, дорогой, Мир, прости секунду, послушай, а можно попросить? Там какие-то все время щелчки идут, кого-то лупцуют на фоне, нет? Хорошо, просто очень хороший микрофон. Слиха, слиха, слиха. Да, все в порядке, это из-за стены до короля доносился очень неприятный звук, как вы помните на детской пластинке и звук вжик-вжик, ну что, че? Ну да, да, да. Вот, а там овощи режут, не подумайте, что плохого. Значит, не знал, что микрофон такой мощный. Да. Так вот, и вопрос, можно ли потратить эти деньги на бутылку или все-таки бутылка это уже не проедание, а пропивание второй десятины. Да. Так вот, и опять правило то же самое. Правило выглядит так, что десятина отделяется на, за этот год. То есть нельзя отделить как бы в долг. Я в этом году не отделяю десятину, но я отдам две десятины из будущего урожая. Вот так не делаю. Или там скажем, ой, какой хороший урожай, я в этом году отдам две десятины, одну в счет этого, а одну в счет будущего урожая. Вот так не делаю, так не положено. по этому поводу десятину отделяю, как известно, от овощей, вот, извините, от растений. По слову овощей я имею в виду вот простоты ради от того, что растет на земле. Непосредственно на земле это, ну, однолетние растения, давайте вот так назовем, однолетние и, может быть, двухлетние растения. Это хлеб, это, ну, по мудрецам это клубника, например. Вот. Этот, эти десятины отделяют, значит, год этих десятин, здесь было четко сказано, ярокод, это тот же самый Роша-Шана, то есть первой тишкой. А вот для деревьев выбрана дата пятнадцатая Швата. Точнее так, есть спор первая Швата и пятнадцатая Швата. Там два мнения. то есть когда делалось постановление, на какое число нужно установить вот эту дату десятины на фрукты, на то, что растет на деревья, был спор, какого числа это нужно сделать. Первого Швата или пятнадцатого Швата? В любом случае, первое, главное соображение, почему Шват очевиден. Дело в том, что Швате, а это где-то февраль, да, но в этом году очень ранний год, да, у нас, у нас в этом году ну, один из самых ранних, по-моему, годов какой-то бывает, у нас Туби-Шват еще в январе, да, оказался. Это при том, что у нас в этом году один Адара, а не два, да, то есть он может оказаться немножко раньше, но тогда будет два Адара. Но обычно где-то там вот февраль, начало февраля. Как бы, вот смотрите, в земле Израиля все очень просто. Последние урожай, последнее, что есть на деревьях, это оливки. в большинстве случаев их собирают к хануке. У ленивых хозяев они могут остаться висеть на дереве и опадают, они уже довольно активно к хануке опадают, но они могут провисеть еще где-то до середины января, наверное. После этого, даже если вы не соберете урожай, он нападет. По этому поводу все, что может быть на деревьях в середине швата из-за фруктов, это только цитрусовые. Но во времена Мишны, во времена Торы у нас в земле Израиля рос только один вид цитрусовых, а именно этот самый этрог. По-русски нет у него слова, нет такого слова на русском языке, потому что кто же ест этроги, кроме умопомрачительного абсолютно запаха, действительно запах у него один из самых умопомрачительных из-за цитрусовых. На английском это цитрон. И по-русски ботанический он цитрон называется вообще-то. Именно он называется цитрон, вот правильно ботаническое название, это вот про него. Конфеты такие были в Советском Союзе, цитрон, их не из-за трогов делали? Нет, 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 цитроном в Советском Союзе называли цитрусовое то, что делается из цедры. В Советском Союзе это из-за трогов давно ничего не делают, кроме как, поймите, хотели иметь этроги на сукот, то их бы давно не осталось. Они нежные и на вкус в общем не фонтан крепко, ну, скажем, прямо. Но чтобы из них там готовить варенье, надо знать, как их отмачивать. То есть, это как вот, знаете, полусъедобные грибы. Есть способы, ну, вот куча грибов, есть способы, как из грибов, которые просто делать не есть, не следует, потому что невкусно, либо горько, либо, ну, там разные бывают причины. Но их можно там отмочить несколько часов, потом сварить, отвар слить, отмочить, а после этого готовить и есть. Кстати, вкусно получается. Этроги то же самое, есть, чтобы из них там приготовить варенье, а его делают здесь регулярно после сукот, там собирает кто-нибудь этроги и делает варенье. Для того, что надо знать, как готовить этроги, просто это надо уметь делать, надо просто знать правила, их там надо отмачивать, знать, как отмочить правильно. Они не слабо съедобны, зато аромат у них умопомрачительный, абсолютно, это действительно самые ароматные и ну просто красивые ароматы из всех цитрусовых какие есть. На самом деле цитрусовый очень быстро, вот обратите внимание, цитрусовый с дикой скоростью вытеснил лимон. Этроги с дикой скоростью как только проник сюда лимон, он с дикой скоростью вытеснил этроги, потому что его еще, вот он еще кислый, а некоторые способные лимоны есть просто почистить. Ну я знавал таких, я думал героических девочек, в общем потом когда я стал взрослее выяснилось, что некоторым это действительно нравится, это не акт героизма, им просто это нравится, им это вкусно, есть лимона. Я думал, что это просто демонстрация героическая. Один известный редактор русских текстов, просто агодическая фигура, Боря Камянов, вот в мою быту в институте Штензельса, он закусывал водку Голд, тоже известную в известных кругах, исключительно лимоном, так что это относится к этой категории. Ну да, но можно не развивать эту тему, просто тут не могу. этот рог был вытеснен с дикой скоростью, хотя он древний, потому что в храме в Ларнаке в египетском есть рисунки этрогов, то есть он древний, все эти споры по поводу того, что он недавно пришедший, что во времена Библии не было, его изображение есть в храме в Ларнаке, так что не надо, это действительно древняя вещь, и есть археологические находки из дерева этрожного, что-то изготовленное даже. Кстати, этроги съедобными считались даже ветки молодые побеги этрога шли в салатах, вот, не пробовал, вот, честно говорю, надо будет как-нибудь попробовать, но вряд ли мне понравится, я небольшой любитель таких вещей, но вот они шли в салате неоднократно описаны, вот, и там вот этрог считается, что это то самое дерево, где плодом является и сама древесина, потому что ее можно есть, что еще из веток ели, каперсы едят молодые побеги, кстати, тоже в салаты еду, шли, да, так вот, на деревьях могут висеть только этроги, а этроги, ну, для тех, опять-таки, кто не видел, этрог может висеть на дереве приблизительно три года, от зависти до, ну, не три, меньше, но он может провисеть больше одного сезона, этроги плохо скидывают плоды, да и все цитрусовые плохо скидывают плоды, сейчас я скажу, значит, этроги, значит, по этому поводу то, что искали, искали именно дату, когда плодов нету на деревьях, вот, и, кстати, закон о цитрусовых, хочу заметить, закон о цитрусовых, когда надо отделять действительно от цитрусовых, там большой спор в Талмуде, и, в общем, скорее на момент сбора урожая, а не на, а не по дате, вот, то есть, довольно интересный момент, то есть, как бы на цитрусовую не распространяется этот закон, но, вот, теперь, вот про обычаи, теперь давайте про обычаи, обратите внимание, что, отмечать ту бешват теоретически, и я согласен с братьями-сефардами, что отмечать ту бешват, оно, как бы, ну, столь же осмысленно, как отмечать первую лову, можно считать первую лову днем рождения животных, и, скажем, повязывать бантики кискам, ну, что там еще можно придумать, да, чтобы отметить днем рождения любимого животного, первого ловуа, так вот, отмечать как-то эту дату столь же осмысленно, как отмечать налоговый год, тем не менее, в земле, значит, аж кенасских краях было принято в ту бешват есть плоды, которыми сорвается земля израя, вот здесь начинается классическая тема, есть плоды, которыми славится земля Израиля, и это известный стих прямо в Торе, когда Тора говорит в книге дворей, ибо, Хатшайм, твой Бог приводит тебя в землю прекрасную, землю, текущую водой, источниками в долине и в горах, земля, пшеницы, ячменя, винограда, инжира, ну фиг, смоковницы, это все одно и то же, фиги, смоковницы, инжир, это сушеные фиги, гранатов, земля, оливок, на масло и дваж, это финики, я не буду сейчас доказывать, что потом дваж имеется ввиду сладкие финики. Значит, здесь перечислено пять культур, и эти пять культур это те самые, которые называются земля, которыми славна, не славится, а славна, прославлена, у нее отличный именно вот этот урожай ячменя, пшеницы, ячменя, винограда, смоков, гранатов, оливок и пальм, финиковых пальм. Теперь по поводу вот того, чем славна земля Израиля, я хочу заметить следующее. Наша пшеница столь славна по всему миру, что мы продаем всю ее на корню, а хлеб готовим из привозной пшеницы, закупаем за границей. Наша просто намного дороже, и готовить из ее хлеб довольно глупо. Из нее готовят отличные макароны для итальянцев. Макароны, по-моему, сегодня паста положено говорить. Всевозможная паста для итальянцев, она очень высокое содержание белка, а поэтому она идет туда, на то производство, а хлеб мы готовим и закупаем пшеницу за границу. Это вот операция выгодная просто, даже учитывая перевозки. Значит, что касается оливкового масла, то это классический в древнее время поставки оливкового масла по всем странам мира и оливковое масло из Арицисра считалось действительно лучшим. И его поставляли всюду, и, например, в Птоломее, когда Арицисра владел Птоломеевский Египет, то налоги земля Израиля платила просто, масло принималось в качестве налогов. То есть, можно было не пытаться платить деньгами, можно было заплатить маслом налоги. ее с удовольствием, но если учесть, что оливки в Египте практически не растут, то нетрудно догадаться, что огромный источник масла, его с удовольствием брали все. ремонт, гранат, но опять все, кто выворится сразу знает, что гранат это такой сорняк, и растут вот тот, кто пустил себе в огород гранат, потом от него не избавится. Это сорняковое совершенно растение, оно готово захватить любую орошаемую площадь. Финики есть великолепные, но им нужны долины, им нужны низины, и естественно городом Пальм, города Фиников называется Ерехон традиционно, он город Фиников, и там считаются действительно одни из лучших Фиников, какие есть, в смысле именно по достоинству. Значит, и что у нас еще здесь? Ну, а смог вы, то есть инжир, навалом всюду. Так вот, вот эти вот нетрудно заметить, что все, что здесь перечислено, вот у них их действительно в Тубешвату нет. Теперь дальше есть, вот когда мы говорим про Тубешват, есть две темы, которые всегда обязательно проходят. Две темы вот какие. Одна из них это полная классика, и ее всегда положено говорить на Тубешват. А именно значит, в законе о осаде города есть закон Торы, который говорит, что если ты будешь осаждать город, там произнесена следующая фраза. значит, это опять-таки книга Дворим, то есть Старозаконие, значит, глава 20, стих 19, духовная сторона вопроса. Если будешь осаждать город долгие дни, да, надо понимать, имим рабием, в Туре, как правило, еще долгие годы означает, то есть долго, очень долго, боевать за город, чтобы захватить его, не уничтожай деревьев вокруг города, ее деревьев, плодовых деревьев, поднять на него топор, не поднимай на него топор, но от него ешь, а его не руби. Ки хаадам эцгасадэ лавоми панэк ламацо. Значит, ибо разный человек, дерево полевое, чтобы уйти от тебя за крепостную стену. Только дерево, о котором ты знаешь, что это не съедобное дерево, не плодовое дерево, его руби и строй осадные сооружения на город, который воюет с тобой, чтобы его захватить. Вот простое чтение стиха цитата. Ки адам ху ки адам ки адам эцгасадэ, ибо человек это дерево полевое, его любят приводить качество цитаты, вырвав полностью из текста. Вот таких цитат есть некоторое количество любимых фраз, типа «не хлебом единым жив человек». Если вы вот например, вот этот пример «не хлебом единым жив человек», если вы откроете стих, где сказана эта фраза, вы обнаружите, что смысл фразы в корне противоречит тому, как эту фразу употреблять. Этот пример, серия любимых примеров, это неправильно употребленные цитаты. Но так как это вошло в поговорку, то бороться не надо с этим. Ну, поговорка, установленная во всех языках. Значит, например, фраза вот эта самая про не хлебом единым. «Он кормил тебя, он Всевышний, кормил тебя маной, о которой ты не знал и о которых не знали твои предки, чтобы сообщить тебе, что не хлебом единым жив человек, а тем, что исходит из уст Всевышнего жив человек». Внимание. не словом Всевышнего жив человека, потому что жив человек маный, но Всевышний может словом своим постановить, что едой будет то, чего ты даже не знаешь. Но обратно внимание, это не значит, что можно жить без еды, это не имеется в виду в этом стихе. А все исходящее из уст Всевышнего это то, что превращается в еду по слову Всевышнего, это куда более интересный пассаж. Вот то же самое. Вот фраза, которую мы говорим, ибо человек дерево садовое, полевое буквально, дерево полевое, это очень хорошо звучит. И в проповеди обычно говорят люди, которые занимаются этическими вопросами, как дереву, ростку необходима вода, и без воды дерево не может существовать, так человек уподобен дереву, которому нужна вода. А вода это не что иное, как тарав. Как сказано у пророка Исшая Гу, вот все жаждущие идите к воде, ну там дальше вода это слово Господне, и по этому поводу человеку, чтобы он рос, нужны слова тарану и так далее. Есть еще, по этому поводу есть огромное количество дрошот, да, это называется толкование, человек подобен дереву, во многих значениях, и в общем действительно это красиво. Но обратите внимание, в Торе, там где эта фраза сказана, там вопрос, и Раш, если вы откроете Раш, который комментирует этот стих, то он говорит Балашон Тмиа, это вопрос, разве дерево это человек, обратите внимание, там смысл прям обратно, что дерево не человек, чтобы от тебя сбежать, поэтому не руби его. Но есть традиция в этом месте понимать, что человек это дерево, и во всех отношениях вот придумать здесь какие-нибудь красивые мысли, она сама по себе, по-моему, не нуждается в комментариях, потому что человек как дерево, который требует ухода, который требует вложений, чтобы с него собирать рожай, который нужно заботиться, чтобы оно не стало дичком, как вот у пророка я тебя холил или леял, у пророка Ишаяху описание о том, как посадил лозу виноградную, я тебя холил или леял, я надеялся, что ты дашь хороший плод, а ты дал дичок. Ну вот все, кто там в России, все прекрасно знают, что бывает с яблоней, вот дикая яблонь, дичок, все прекрасно знают, что будет с яблоней, если она будет растение в саду и обихоженное, ухоженное, все как положено, сделано, расти где-нибудь ближе к лесу. Она несъедобна, ее плоды станут очень плохо съедобны, и это, собственно, все знают, но подождите, это же та самая, это яблоня там, это не дикий какой-то сорт, она вот от тех яблонь, которые вот там, вот у вас растут, она оттуда происходит, она оттуда, тем не менее, без ухода других людей, без заботы и так далее, ничего хорошего не выходит. И это всегда все знали. городским жителям это не очень хорошо известно, они как бы считают, что дерево посадили, вот такая у него генетика, знаете, такой вульгарный весьминизм, организм, с которым советская власть боролась, значит, и представление, что посадил, и оно вырастет, вот что в генах заложено, выясняется, что нет, потому что надо заботиться, без этого ничего хорошего не вырастет. По этому поводу то же самое, человек это то же самое дерево, не будешь заботиться, не будет хороших плодов. Это вот эта мысль, она для ту бешват, вот эта педагогическая мысль, она очень важная, но надо понимать, что для вообще всех праздников педагогическая мысль довольно важна, но когда речь идет о детях, это понятно, но взрослый человек тоже дерево, и о нем тоже надо заботиться, и что важно, безусловно, вот это дерево, которое не может от тебя сбежать, поэтому если дерево плохо, оно не может сменить среду обитания еще, поэтому оно нуждается в том, чтобы его, вокруг него строили среду обитания вокруг плодового дерева, обратите внимание, не вокруг плодового дерева, строили удобную для него среду обитания, и для взрослых людей, особенно для людей интеллигентных профессий, давайте вот такой оборот употреблю, инженеры, ученые, они не могут существовать где угодно, им нужна вот та самая искусственная среда обитания, им нужно благополучие и сытость вокруг, тогда они могут существовать, они не могут существовать в разрушенной среде обитания, для тех, кто не верит, может посмотреть потери инженерной мысли и научной мысли Советского Союза в период после Гражданской войны до начала индустриализации, эти инженеры зря думают, что они сбежали за границу, они, большинство из них переквалифицировались грузчиков, продавцов, чтобы выжить, заводы закрылись, университеты закрылись большинство, они остались в стране, они только прекратили быть тем, кем они были. Вот эта мысль по поводу человек, это дерево полевое, которое нуждается в заботе, эта мысль, она очень важная для Тубишвата. И обратите внимание, вот чисто формальный вопрос там про дерево, он все-таки тара, она не, и постановления мудрецов, они никогда не просто так, они всегда там увязаны на разных уровнях. И вот то, чему я регулярно говорю, это всегда вопрос, он ключевой, но мы видим это в одной очень важной вещи. Вот спор дома-шамая-дома-хилэля 15-го швата или 1-го швата, это очень важный спор, но только вот я не успеваю рассказать эту сторону, я собирался ее, но мне задали вопрос, я надеюсь, еще можно рассказать эту сторону. В чем разница между 15-м и 1-м числом месяца? Это очень важный вопрос. Дело в том, что Тубишват стоит в стороне от остальных трех Роша-шана. Роша-шана, обратите внимание, для царей это 1-я Нисана, 1-я Лула, 1-я Тишры и почему-то 15-я швата. Бейт-Шамай, когда говорит 1-го швата, он логичен. 1-го числа месяца швата, все новые года у нас приходятся на 1-е число. И логика кажется безукоризненная. Новый год 1-го числа месяца, так удобно. Вот ведь Новый год для праздников можно было бы считать 15-го Нисана в начале Песха, тем не менее 1-го, так удобно. Дело в том, что 15-е число это число праздничное, это новолуние, это полнолуние, я говорил, это полнолуние, число праздничное. Это праздник Суккот, это праздник Песах. 15-е число это праздник, а первое число это день суда. И я хочу заметить для тех, кто не знает, что вообще-то Рош-Кодыш в шкинастских седурах, например, отмечен как Йом-Кипур-Катан, как Малый Йом-Кипур. И тому есть простая иллюстрация, надо посмотреть просто жертву, которая принесет Рош-Кодыш. Он действительно Малый судный день. Рош-Кодыш. Если бы Тубишват поднести первого числа, то это судный день деревьев. А если 15-го, то это праздник. И тут вопрос. Получается следующее. Если бы у нас был это первого Швата, то был бы судный день. А так как 15-го Швата, то считайте, что это праздник, а значит начало весны. И те, кто был в Эрис Асраэль, прекрасно знают, обычно к Тубишват у нас начинает цвести миндаль. Кстати, в этом году по-моему еще не зацвел. По-моему, в этом году нет еще миндаля. Я не видел цветущего миндаля в этом году еще. Да, не зацвел. По-моему, еще не зацвел миндаль в этом году. Но обычно к Тубишват миндаль начинает цвести уже. Вот. По этому поводу это такой праздничный день. Ну, и понимаете, говорить о деревьях и не говорить о человеке, это как-то будет очень не по-еврейски. По этому поводу все-таки в Тубишват принято говорить о людях и вот это киадамху эцхасаде, ибо человек это дерево полевое, это, в общем, ну, во-первых, действительно очень красивый слоган. Вот, я знаю слово, какое нужно употребить. Он красивый и правильный, безусловно, независимо от того, насколько он ложится в текст, откуда он взят. все-таки слоган действительно великолепный и в израильской культуре это весьма употребимая поговорка. Песенки по этому поводу есть. Ну, песня, да, естественно, есть песня, и не одна, кстати. Можете поискать, на просторах интернета есть еще парочка песен на эту тему, это, в общем, тема очень важная. Ну, вот где-то вот так. Если есть вопросы, я попробую ответить. Да, господа и дамы. Пирот. Мейер, вы как-то говорили, что по огласовке можно определить, буква является артиклем или знаком вопроса. И вот там, где про дерево полевое, там стоит КАМАЗ, да? Все-таки не Харкер. Нет, там вообще нету. Правильно, но там дело в том, что я-то ориентирую к ГАДАМ из ГСД, но обычно, да, но в данном случае довольно прозрачно, что имеется в виду. Ну, вот смотрите, вот я просто готов читать Раша. Хараки КИ, МЕШМЕШ, БАЛАШОН, ДИЛМА, как бы НЕ. То есть, Раша в данном случае, дело в том, что Раша для Талмуда есть проблема. Слово КИ, в Талмуде, слово КИ, в библейское слово КИ, не имеет аналога в других языках. Оно по этому поводу в Талмуде говорится, что слово КИ надо переводить на арамейский четырьмя разными словами. Причем совершенно неожиданными. Это кажется искусственное толкование, но оно безукоризненное. Слово КИ может означать «вот потому что по причине и противопоставительное «но». Оно в оригинале означает логическую связку между частями предложения. Там есть логическая связка. Какого типа причинная связка, она есть причинная, связка причинная, но противопоставительная, следственная и так далее, это еще надо смотреть всегда. И скажем, по употреблению слова КИ вы видите, насколько поздний текст. Потому что потихоньку вот это хитрое слово, оно начинает исчезать из языка и становится в значении «потому что». В одно значение оно теряет остальные три значения. И Раши «шема га адам эсгасадэ» «ты как бы не…» То есть вот это отрицание оно здесь есть, чтобы избежать от тебя. Значит это вот Раши в данном месте. Рашбам. Рашбам это внук Раши. Внук Раши написал комментарий к Торре, такой, очень свободный, намного он по стилю больше похож на комментарий в Незре ани Раши. Тут другая традиция, скорее его ближе к Незре. И вот он говорит так, всякий раз, когда идет коль киша харэ ломит парэш эла имеется ввиду следующее киша киша отдам от цсд лаво значит ото лот и харэ его не руби, так как сказано в следующем фразе его не руби, так как есть ки, а потом его не руби, то вот это не надо отнести ки, и в результате получается вопрос противопоставительный. значит это внук Раши. Значит я могу дальше зачетить, но вы поверите, там все комментаторы скажут то же самое. То есть там дальше начинается здесь нету вот этого вопроса, кстати, построение фразы не то, которое имеется ввиду, где надо ставить вот, например, вот там будет голосовка. Здесь это за счет синтаксиса всей фразы вы понимаете, что это вопросительное предложение. И это не это другое немножко, это построение здесь не вопросительного предложения, а здесь усиление, а вот это отрицание, оно строится за счет всего синтаксиса большого предложения, на два стиха. Ну, я понимаю, слишком длинный разговор, разговоры о синтаксисе всегда очень длинные, очень сложные, по-моему, я застрянем, но анализ Рожбама, там, где Рожбам не сходит до анализа вот такого сорта, он почти всегда прав. Кстати, вы учтите, что Рожбам как раз Рожбам, он, в общем, прав почти всегда, когда он приходит к этим анализам. И с ним надо считаться всегда. Ну, вот так. Спасибо. Мэйр, спасибо вам за объяснение. А можно ли сказать, что вот это сравнение, что человек-дерево, еще мы находим в книге Берешит, но проплод, но проплод это, что человек в себя вкладывает, и как он намерение, желание. Все это есть. Только вот эта связь между деревом в книге Берешит и деревом здесь, она в каббалистических книгах обычно идет. Она не таких разговоров, как я сейчас делаю, простого уровня, уровня Драж, да, она идет Дерксот, уже мы переходим к другому уровню толкования, и оно требует предисловий уже. Предисловия идут вот, значит, вот когда вы видите в еврейской книжке тема требует множества предисловий, моего от, это означает, что прежде чем приступать к теме, нужно дополнительное изучение нескольких тем, и только на их фоне мы можем обсуждать эту тему. безусловно есть связь с древом познания там, но она уже мы выходим в каббалистическую литературу здесь, и ну вот как бы мне не с руки сегодня это обсуждать эту тему. спасибо. Окей, ну хорошо, кто хочет, послушайте, я вклеил, мир назвал песенкой, я бы уж не стал так прямо, окей, потрясающая песня, и шалом ханох это исполняет, об слиха, мы соседи, я тебе прощаю. нет проблем. Послушайте, это берет за душу просто слушать, в общем, можно, но как бы и слова там, конечно, они можете сказать от себя, конечно, потому что они тоже проникают вообще куда-то, корни растут, скажем так. откуда корни растут? А, ты включил? Да, мне что? Ну да. А, слышно все? Надо шерсть делать. Не, надо шерсть делать. Ну, если хотите, я могу сделать. Смотри, остановился, я сделаю шерсть, там есть шерсть.